Молодой человек изменил меня с моей подругой. А это означает, какой у вас уровень развития личности? Когда человек строит отношения, в которых нет совести, это значит, что в принципе он не понимает, что такое совесть в самом. Понимаете, измену означает неправильный образ жизни. То есть у вас не хватает нравственности в семье, ну или в отношениях, говорите, вы мой молодой человек. А что он не муж, ваш молодой человек? У нас была такая ситуация, что я полюбила его, а у меня нет. Ну так это неправильная ситуация. Вы должны представлять себя мужчинами. И тем самым смотреть на свою судьбу, наблюдать за свою судьбу. Эгоизм женщины заключается в том, что она сама думает, я сейчас полюблю вот этого, и он мне достанется. Нет неправильного мышления. Вы себя представляете, улыбаетесь. Какой-то человек обращает на ваше внимание, обычно не тот, которого хотелось бы. Ну так и есть. Да, и вот с ним надо согласиться, что этот человек должен быть ваш. Таких много. Ну все, соглашайтесь. Выберите из них того, кто очень сильно, как личность хорошая. Мы не хотим быть, и таких не делаем. Вас не добивались. Да, слова и все. Слова, ну помогите им, намекните, что надо. Не только слова. Да. Ну значит, ни от того человека пока нет. Ну а как бы у меня это будет, или все-таки не успокоимся? Это все зависит от вашего нравственного развития. Если вы как личность развиваетесь хорошо, то вам привлекают серьезные люди. А если вы нравственно не развиты, то не серьезные. А вот в последний момент еще, по поводу извинения с подругой, я постоянно мучаюсь почему-то по утрам, и... Знаете, это так хорошо, что он вам извинил с вашей подругой? Да, я это поняла, что это как бы для меня... Это хорошо, потому что... Потому что, слава Богу, что вы не вышли замужем, добивая. Да, мне надо как бы это, но... Хочу избавиться от мысли о ней. Сейчас у меня в голове постоянно вот... Я не хочу думать, и в принципе я простила. Подруга это то, что связано с Богом. Если вы вместе занимаетесь духовной практикой, это подруга. А если просто развлекаетесь вместе с ней, то это не подруга. Нет. Если язык чешите вместе, это не подруга. Ну, как раз-таки, в принципе, я ее сторонилась и никогда с ней не общалась. Так оно, случайно, появилось в моей жизни? Ну, вот это значит, и подруга, и че это подруга. Подруга никогда такого не сделает. Совесть между дружбой всегда должна быть совесть. Между дружбой, между людьми, есть Бог, это и совесть. Если совести нет, тогда измена происходит. Ну, а если между вами не было совести, какая она подруга? Ну, это да. Может, просто я так, как бы, таким словом не была ее подруга, девушка. Зачем вы таким словом ее называли? Ну, как в срок, чтобы не избавиться вот от этой мысли. Постоянная она у меня в голове. Так надо молиться, спасибо ей сказать, потому что она вас избавила от человека, который бы вам всю жизнь изменял. Ну, да, я понимаю, спасибо. Только это у вас, и с этим вообще она так вам помогла в жизни. Если, допустим, хирург удавляет у вас два качества опухоли, вы потом всю жизнь думаете, гад такой, он же меня резал ножом. Вы не думаете об этом, вы думаете о том, что он опухоль удалил. Я же вижу вот сейчас этого человека, о котором вы говорите. Я не могу назвать его хорошим словом пока. Ну, я думаю, что могу со временем, когда мы раскаются. Спасибо большое, я поняла вас. Просто, знаете, проблема ведь не в этом заключается, а в том, что вы думаете, я такая крутая, такая классная. Как вообще меня могли опрокинуть? Ну, не совсем так. Ну, совсем так. Просто это как бы неожиданно для меня. Ну, конечно, неожиданно, но вы же такая классная. И как это вот так вот могло быть? Нет, я сейчас считаю, что это случилось не случайно. Значит, это должно было случиться в нашей жизни. Знаете, короче, вы не расстраивайтесь, что я так про вас говорю. И немножечко ваш эгоизм пощипался, чуть-чуть. Спасибо. Потому что он является причиной ваших страданий. Вы именно из этого выучились. Потому что вы боитесь человека, они недостойны сильно вашего внимания. Это не те друзья, о которых надо так беспокоиться. Настоящие друзья никогда не предают. Вам надо менять круг своих интересов, своей жизни. Ваша жизнь только начинается. Вы сколько, полгода слушаете лекции? Да, примерно. Полгода. Пройдет еще полгода, и у вас все совсем другая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова